Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной выпуск новостей касаемо The Isle of Rima. Для начала хочется поблагодарить всех наших спонсоров на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо! Если вдруг у тебя будет желание поддержать канал, ссылочка на донейшн в описании. Буду рад помощи любой вашей монеткой. Также, перед началом данного ролика, хочу посоветовать вам канал моего лучшего друга, канал Иммортал Юта, он же бывший Визард. Канал стремительно растет, атмосферные ролики по игре The Isle, нарезки файтов, а также интересные стримы ждут вас там. Многому чему в The Isle вы сможете поучиться именно у Иммортал. Кстати говоря, с Имморталом у нас проходит достаточно много совместных стримов. Также на его канале скоро планируется Эврима. Обязательно подписывайся на него, все ссылки будут в описании. Ну что же, выпуск возможно будет небольшим, но в нем будет несколько ответов на вопросы, которые мне чаще задавались в личку. Также разработчики в своем офф-дискорде кое-что нам заспойлерили на этой неделе. И мы немного с вами разберем это. Итак, начнем, наверное, с вопросов на ответы. Все мы знаем о погодных условиях в игре. Шторма, засуха, грозы, дожди и молнии. Когда нам ждать этого? Как уточнили мне, что это будет только с внесением карты Gateway. Именно на ней будет реализована погода в игре. В каком обновлении? В обновлении 7, как и планировалось. Но все новшества ожидайте с внесением изменения на новой дорожной карте. Моды в игре. Мы знаем, что в будущем игры появится Steam-мастерская. Где будет много различных модов от людей, которым каким-то образом захотят визуально расширять и улучшать геймплей. Такая функция есть во многих играх. Как мне ответил Гипно, разработчики дадут мода делам много творческой свободы в будущем. Вы сможете добавлять новые карты, новые виды динозавров, скины, если вы умеете это делать. Но разработчики будут их проверять. Дабы мало ли, что вы там насоздавали сверхразумного. Еще достаточно постоянный вопрос, который мне задавали. Нам обещали систему Гор, более расширенную. Да, во многих выпусках новостей я говорил об этом до выхода обновления Кровь. Расширенная система Гор. Что она подразумевает? И что будет добавлено с обновлением 6.5 и с 7 обновлением? Сейчас, при полном поедании трупа динозавра мы видим лишь ребра и позвоночник. В дальнейшем для каждого вида динозавра будет добавлен череп, кости, лап и прочие мелкие детали костей. Не спрашивайте меня, почему это сразу не сделали. Так что ждем и надеемся. Это визуально придаст нам эпичности в игре. Хотя, вроде как-то давно еще разработчики давали этот пояснительный ответ. Расширенная система администратора в игре. У админов серверов появится больше функций в панели управления. То есть они смогут включать и отключать определенных ботов, также задавать определенные параметры погоды. Кто-то спрашивал меня про освещение на новом Спира. Отвечу. Не запрещено. Все исправлено, скоро все сами увидите. Перейдем. Как лично, на мой взгляд, кажется достаточно интересным. Спойлеры разработчиков. Начнем с первого. Это будет касаться новой карты Gateway. Многие рады людям в игре. Кто-то напротив, я лично за. Лор меня вполне устраивает. О новых постройках на Gateway. Обратите внимание. Новые скриншоты, концепты будущих внутренностей зданий генерации наемников. Мы слышали о том, что будет много разных коридоров, гаражей и прочего. Но честно, глядя на это все, и если еще представить, что ты будешь бродить по коридорам этих построек, из комнаты в комнату, а за тобой будет бегать кучка амнирапторов или троадонов, а если и что-то большее, блин, это реально мне, по крайней мере, придаст хоррора. Напомнит великую и ужасную Alien Isolation. Кстати, есть здесь тонкое, знаете, упоминание о автомобилях в игре. Если, конечно, до них дойдет дело у разработчиков, как вы там любите писать, мои внуки увидят. Давайте зачитаем вам, как описывает это один из разработчиков, чтобы вы понимали. Visual Tech. 3D-художник. Окружение игры The Isle. Работа над набором активов для создания человеческих окружений. Строительные элементы были созданы с использованием модульности в качестве основного принципа проектирования. Каждый элемент, такой как стены, крыша, двери, полы и многое другое, тщательно продуманы, как отдельные модули, которые легко соединяются друг с другом. Этот подход к проектированию обеспечивает непревзойденный уровень гибкости для разработчиков и модеров, позволяющий без проблем создавать любые структуры по своему желанию. Здания, которые в настоящее время находятся в игре, были построены из частей этого комплекта. Ожидайте еще больше брутального дизайна из бетона и стали. Скриншоты за пределами того, что было сделано, были, к сожалению, запрещены. Поэтому вместо них мы демонстрируем концепты. В общем, пишите комментарии, что думаете об этом. А теперь, на мой взгляд, самое вкусное. Обратите внимание. Новый будущий океанический биом. Многие сейчас рады это услышать, я в том числе тоже. Новая карта Гэтуэй, скорее всего, да, чем другая иная вновь придуманная. Ведь на стресс-тестах на карте Гэтуэй, помните, мы переплывали, перелетали, с вами океан. Он полностью был бездушен. Но так как сейчас времени у разработчиков много, они могут изменить и добавить кучу нового на будущую карту. Здесь поразительно, на мой взгляд, есть множество ответов на ваши частые вопросы. Также куча новой инфы о том, что будет в игре. Для начала. Как нам прокомментировал Фред, разработчик. Дело состоит в том, чтобы взять океанический биом и из красивого места сделать нечто пугающее. Команда разработчиков The Isle все еще хочет оставить идею прекрасной тропической локации, но для них важно достичь сокрушающего, зловещего чувства, когда вы в нее входите. Морская трава и кораллы будут находиться на самом мелководье. Окруженные большими лесами, водорослей и каменными формациями, за которыми могут скрываться самые огромные угрозы. Мы сейчас их чуть позже разберем. Ключевыми из этих формаций являются скалы-шпили, на которых юркие или летучие прибрежные существа могут найти временное укрытие над волнами, путешествуя от бухты к бухте. Обратите внимание, биом разделен на несколько частей. Пляж, морская трава, коралловые рифы, ламинарный лес или так называемые ламинарии, горное образование, глубокое пустынное дно океана. Все это разделено определенным углублением, разбитыми на секции, короче, назовите как хотите, блин, но это выглядит поистине круто. Уже не пустой, просто океан, а даже оживленный, и не только флорой, но и фауной. Обозначение и зарисовка животных, подпись NPC и знак вопроса. Здесь мы видим явно в будущем новых морских обитателей, животных, динозавров, простите, морских ящеров. Сори, но мне так проще обозначать, не надо мне потом по 150 раз в дискорде напоминать об этом. Хорошо? Ладно, окей. Короче. Плеозавр, Плезиозавр, Ихтиозавр, Мозозавр. Не беру в счет рыб и черепаху, но отсылочка интересная. Да. NPC и знак вопроса. Морские жители как боты. Очень интересно, конечно, очень даже. Насколько они будут умны в игре? Но, по всякой видимости, разработчики, возможно, смогут их сделать игровыми. Если реализация настолько правдива, черепахой и рыбой вряд ли мы поиграем, да и кому будет интересен такой геймплей? Ладно, за Компсагнатуса я играл. Так себе. Также здесь же обозначен динозвух, спинозавр, птеранодон, бейпиозавр, человек. В некоторых нишах данные объекты смогут обитать, передвигаться. Тут не прямо указано, что они будут жить в этих биомах. Но вот от острова до острова, допустим, у человека будет возможность добраться с помощью акваланга. Бейпи, спинозавр, динозвух смогут также преодолеть барьер. Птеранодон сможет ловить с точностью 100% рыбу в океанах. В общем, как по мне, это бомба. Короче говоря, в общем, пишите в комментариях, что вы думаете обо всем об этом. Обязательно подпишись на канал, поставь пальчик вверх, нажми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики, новости по The Isle of Rima и, конечно же, стримы, а также в скором времени стресс-тесты. Короче, всем хорошего выживания. Субтитры создавал DimaTorzok